Всем привет! Сегодня мы продолжаем проходить первую часть игры зомби против растений и у нас на очереди седьмая миссия. Начинается уровень, мы в предыдущей миссии получили ледяной горох и уже в этой миссии будем им пользоваться. На текущий момент это у нас самое сильное вооружение, во второй части у нас тоже есть, но к сожалению только в платном списке. Ну а в этой игре мы можем пользоваться сколько угодно, но для начала надо накопить 175 монет. С другой стороны во второй части тоже есть очень много интересного вооружения, абсолютно бесплатного. Там у нас есть арбузы, ледяное и обычное, потом из последнего вооружения это Thistle. Кстати говоря, тут в этой части, если мне не изменяет память, тоже есть что-то наподобие Thistle. Такое оружие, которое стреляет колючками и они могут достигать любого противника, где бы он ни находился. То есть этот вариант, похожее такое растение тут тоже есть, но будет чуть попозже. У нас это только начало игры. Я думаю, что где-то точно в середине игры мы его можем получить. А мы тем временем сейчас садим второй ряд подсолнухов. Высадили сейчас первый горох на второй линии и посадили бомбу-картофель на пути следования зомби. Зомби удачно подорвался и мы сейчас садим горох на первую линию. Мы уже практически высадили плантацию подсолнухов. И уже можем дальше садить наше новое растение ледяной горох, который практически в два раза дороже стоит обычного. Но у него эффект двойного назначения. То есть помимо того, что он наносит урон противнику, он его еще замораживает. Зомби передвигаются очень так медленно. Хотя в принципе у нас и так зомби не очень быстро в этой игре передвигаются. Но все равно какое-то замедление тут есть. У нас кстати в этом уровне появится тоже относительно новый противник. Это такой атлет шестом. И благодаря этому шесту он может сразу перепрыгивать несколько дороже. И соответственно очень быстро может добраться к нашим первым рядам. Соответственно нам горох очень поможет. Мы уже практически высадили два ряда гороха. Я думаю, что будем садить дальше. А деньги позволяют. Поэтому чем больше у нас будет вооружений, тем соответственно мы будем эффективнее справляться с нашими зомби. Которые к нам прибывают очень так малыми порциями. Но я думаю, что уже по мере достижения новых уровней, там должны появиться новые противники. Соответственно уже будут какими-то более осмысленными группами к нам продвигаться. Думаю, пару миссий уже будет не так легко, как сейчас. У нас лишь только первая глава. И соответственно противники не очень сильные. Но и они не такими большими количествами идут, как примеры во второй части. Во второй части в начале очень мало противников. Нам это дает время для того, чтобы высадить подсолнухи и вооружения. И уже потом появляются такие большие группы противников. Вот к примеру, как сейчас. Мы тут сразу группу зомби убираем с помощью вишнебомбы. И остаются у нас еще противники наверху. Это зомби с клопаком на голове. Появляется как раз атлет, о котором я говорил. Я поставил на пути его следование такой вот орех. И он сбился. Не так быстро к нам пришел, как я думаю, что он планировал. Вот эта палка, с помощью нее он может очень быстро достигать, как я говорил, наших рядов. В этом его основная фишка. Потому что сам он по себе не очень такой сильный. Скажем так, обычный зомби. Ничего сверхъестественного в нем нет, кроме вот этого вот шеста. Сейчас к нам движется очередная группа, но не сильно большая. Мы уже начинаем садить четвертый ряд гороха. Уже преимущественно ледяной горох. Денег достаточно. Тут только единственное упирается в то, что мы сразу один за одним горох садить не можем. Какое-то время надо для того, чтобы он возобновился. Снова появляется атлет. У нас данные противники появились уже ближе к концу миссии. Но это нам только плюс, потому что у нас уже достаточно вооружения. И мы можем всех их, и атлетов, и обычных зомби, встретить очень так дружелюбно. Ставим мы сейчас орех. Хотя, в принципе, они уже не нужны. Так как зомби особо даже не могут добежать до середины поля. У нас практически все поле занимает наше растение. Мы сейчас ставим бомбу вишню. Убираем большую часть противников. И остается один противник внизу. Которого мы сейчас убираем. Проходим эту миссию и получаем новое растение. Это такой вот зубастик. На этом будем прощаться. Подписывайтесь, комментируйте. До новых встреч. Пока.